31 января 2003 года С болгарками долго колдовали над тремя замками стоимостью 5000 долларов Когда дверь наконец открыли, милиционеров встретил полноватый мужчина в черном парике и потертых тренировочных штанах После шести лет поисков оперативники наконец-то нашли некогда самого богатого человека в России Великого и ужасного основателя МММ Сергея Мавроди Нашли его, но не деньги его компании МММ Кому в 90-е годы не были знакомы эти три веселых буквы? Компания предлагала покупать у нее акции, стоимость которых росла на 20% в месяц Владельцами этих ценных бумаг за полгода стали миллионы людей Многие несли в МММ все свои деньги И вот в августе 1994 года все рухнуло Обменивать акции обратно на деньги перестали А цена самих акций упала в десятки раз Что же произошло тогда, летом 1994 года? Почему эта система не могла работать вечно? Что это была за таинственная афера? И афера ли? Формально на эти вопросы должно было ответить следствие Уголовное дело возбудили еще в 1994-м Все высокопоставленные комментаторы Чиновники из Центрального банка, Минфина и правительства Словом, первые лица страны Говорили, а вроде будут судить за мошенничество Но на деле Сергея Пантелеевича взяли под стражу по другой статье Неуплата налогов Так что же выходит, вся деятельность МММ была законна? Ведь налоги платят только с легальных операций Это огромное количество потерпевших Просто огромное количество Значит, следствие не готово работать с таким количеством потерпевших А куда деньги? Где деньги? Нужно же их искать для того, чтобы провести Чтобы установить, куда деньги делись Нужна ревизия А ревизоров нет То есть это чисто организационные вопросы С которыми следствие было совершенно не готово работать Ущерб, нанесенный МММ Оценивается в десятки миллиардов долларов Такие огромные деньги не могли просто раствориться Куда они делись? Есть данные, что все они выведены за рубеж через подставные фирмы При этом основатель МММ не раз подчеркивал, что у него нет ни дворцов, ни заграничной недвижимости Ни яхт, ни футбольных клубов, ни дорогих машин То есть всего того, что считается атрибутом долларовых миллиардеров Есть еще многочисленные свидетели Утверждающие, что деньги сразу оказались у налоговиков И их грузовиками куда-то увезли К этим грузовикам мы еще вернемся А пока постараемся разобраться Откуда вообще выплыла эта загадочная аббревиатура? Впервые МММ заявила о себе, когда никаких АО, то есть акционерных обществ В России еще не было В 89-й год, на дворе пока советская власть В Ленинском исполкоме Москвы регистрируют кооператив Который создали для торговли импортной оргтехникой Первыми компьютерами, ксероксами, телефонами и факсами Организаторами значились три человека Сергей, его брат Вячеслав Кстати, вскоре они разругаются И некая Ольга Мельникова От первых букв их фамилий и родилось название Новоявленные предприниматели, хотя были амбициозны Но вряд ли предполагали, какими баснословными деньгами Будет ворочать МММ уже через пять лет Лот МММ и был запущен в 1994 году Потому что нужно было, когда я понял, что надо аккумулировать деньги Что с одними ваучерами тут каши не сваришь Поэтому был мною придуман механизм по аккумуляции денег Который прекраснейшим образом сработал По делу я один проходил То есть никаких Я даже расписывался за бухгалтера сам Потому что не люблю людей подставлять До середины 1993-го Мавроди ведет бизнес, как это было принято в то время Купить что придется подешевле, а потом продать подороже И достигает в этом немалого успеха У МММ 34 филиала и собственный банк Но тут у предпринимателя возникают проблемы с налоговиками У него в офисе устраивают маски-шоу с автоматчиками Такое тогда можно было увидеть только в кино Изъята вся финансовая документация Доверия у кредиторов к Мавроди больше нет Он понимает, что если хочет остаться на плаву То надо как-то обновить бизнес Но как это сделать? В тот момент население как раз осваивало новые заграничные слова Приватизация и ваучер Эту солидно выглядевшую бумагу с водяными знаками Можно было обменять на какие-нибудь акции По задумке властей, так государственная собственность Должна была перейти в частные руки Скупка ваучеров была делом прибыльным Это быстро понимают братья Мавроди И организуют инвест в фонд МММ Он принимает у граждан ваучеры А в обмен выдает акции Цена которых, как обещают, скоро взлетит до небес Впрочем, купить их можно было и без ваучера За рубли Вкладчики еще не знают, что такое финансовая пирамида Так как же Мавроди собирался озолотить своих вкладчиков? Им ведь обещан был баснословный процент Не собирался же Сергей Пантелеич печатать деньги? Нет Он воспользовался простейшим и оттого гениальным сценарием На Западе он известен еще с начала 20 века И зовется как Схема Понци Чарльз Понци, итальянец по происхождению Эмигрировал в Америку в начале прошлого века Создал фирму The Securities Exchange Company Компания по обмену ценных бумаг Схема честного отъема денег, которую придумал Чарльз Выглядела так Понци выдавал долговые расписки И обещал, что через три месяца Вместо вложенных 100 долларов Вернет уже 150 Через год Чарльз Понци стал миллионером Вот по этой схеме и решила действовать МММ Выплаты старым вкладчикам осуществлялись за счет вновь прибывших Количество которых должно было увеличиваться в геометрической прогрессии Сам Мавроди сравнивал МММ с велосипедом Нужно постоянно двигаться вперед То есть вкладчиков должно быть все больше Остановка означает падение Стоп! Но неужели в стране сотнями тысяч дипломированных экономистов и математиков Никто эту схему не раскусил? Мавроди печатает почти миллион акций Они поступают в продажу с 1 февраля 1994 И их сметают за пару месяцев Как МММ удалось так удивительно быстро завоевать популярность? Ведь всевозможные акции в то время только ленивый не выпускал Сколько там набежало? Волновался Леонид О, ё-моё! Куплю жене сапоги Это просто Леонид А вот она Актер Владимир Пермяков после этого ролика до сих пор не может спокойно ходить по улицам Попадание в образ простецкого мужика из народа было стопроцентным Идешь вот с работы, ребятишки видят О, Леня Голубков пошел Бросают свои игрушки, бегут за мной, кричат Леня, купил жене сапоги там Купил экскаватор Купил дом в Париже С этой присущей непосредственностью Помню в автобусе одна бабка меня узнала Поворачиваться Меня интересует, когда вы людям деньги вернете Реклама МММ Это не просто отдельные ролики А связанные между собой житейские истории Заставляющие зрителя ждать продолжения В общем, ничуть не хуже Любимых в народе мыльных опер Я не халявшин Я партнер Верно, Леня Мы партнеры АО МММ Вот некоторые говорят, как вы рискнули Вот рискнул, потому что он мне вернул действительно Но я его вообще поверил И вообще все начал давать еще больше И там были квотировки пропущие Я их дополнил То есть тогда я ему уже поверил И люди так начинали верить Понимаете? Но телереклама Это только полдела По всей Москве колесят МММовские троллейбусы Мавроди несколько раз делает проезд в метро бесплатным на один день Запоминающиеся акции стоят около миллиона долларов Но окупаются с лихвой Бизнесмен, как бы сейчас сказали, пиарится Покупая себе возможность поздравить россиян С Новым годом перед боем курантов На одном из телеканалов Его показывали вместо президента Ельцина МММ проникает туда, где, казалось бы, никакой рекламе места нет Весной 1994 года Любой, кто набирал на телефоне привычные 100 Желая узнать точное время Мог услышать Курс акций АО МММ 68 тысяч рублей Точное время 14 часов 38 Курсы народных акций печатает также МК и Комсомолка После такой агрессивной рекламы Первый тираж акций МММ А это, напомню, почти миллион штук Раскупают в считанные недели Чтобы напечатать новый тираж, Мавроди должен получить разрешение Минфина В планах выпустить аж миллиард акций Однако, министерство разрешения на новую эмиссию не дает Возникла ситуация совершенно неприемлемая в государстве Уже все было разделено Петя, миллиардер, Вася, там этот И вдруг появляется совершенно неожиданный игрок С неограниченными средствами Которые совершенно не контролируем Потому что я абсолютно не шел в контроль с ними Меня же постоянно приглашали в Кремль В это я абсолютно ни на какой контроль не шел ни в какой форме То есть ситуация, естественно, совершенно неприемлемая Поэтому Вот была объявлена война С этого момента начинается открытая игра Мавроди и властей в кошки-мышки Это была невиданная по масштабам и хитрости схватка с государством В которой предприниматель всегда сохранял право первого хода МММ начинает выпускать не акции, а билеты Формально это не ценная бумага, на выпуск которой нужно разрешение А просто фантик Не нужно же позволение Минфина на выпуск, скажем, оберток для шоколадных конфет Стоят такие билеты, как одна сотая акции И закон о ценных бумагах на них не действует Билет внешне очень напоминает советский червонец Снова безошибочное попадание В головах еще прочно сидят воспоминания о надежности советской валюты Отличие только одно Вместо Владимира Ильича Сергей Пантелеевич Когда ему задали вопрос, зачем ты там свой портрет написал Это говорит, моя гарантия Что на них будут выплачены дивиденды и деньги, прибыль То есть это ценные бумаги Минфин типа запретил, а я вместо акций выпустил вот эти вот билетики Билеты тут же именуются в народе мавродиками Или еще короче, авриками Это хоть и не ценные бумаги Но на них все те же степени защиты Водяные знаки, замысловатые речи Водяные знаки, замысловатые речи Водяные знаки, замысловатые речи